Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начнем с цифр статистики. С начала года в столице на пожарах ИЧС спасатели совершили уже более 2800 выездов. На пожарах погибли 22 человека, один из них ребенок. 36 человек, в том числе двое детей, пострадали. А вот 43 человека работникам МЧС удалось спасти из опасных зон. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Горячим выдалось утро понедельника у столичных спасателей. Короткое замыкание с далеко идущими последствиями произошло в утренний час пик возле парка дружбы народов. Фактически на ходу, буквально как спичка на улице Коростоянова, испыхнул Рено Меган. Огонь распространялся очень быстро, поэтому оперативно прибывшим спасателям пришлось немало потрудиться, чтобы загасить пламя. Пожар уничтожил десятилетнее авто практически полностью. Почти одновременно пожары случились во Фрунзенском и Московском районах столицы во вторник днем. В доме на улице Бирюзова огонь разгорелся в жилой комнате двушки. К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной огненного происшествия, установят специалисты. Но однозначно можно сказать, что хозяйке апартаментов предстоит сделать ремонт, а также купить новую мебель и бытовую технику. Второй пожар произошел в частном доме на улице Уманской. В жилой комнате загорелись имущества, деревянная обшивка стен, стропельная система. Вероятнее всего, в этом случае причиной всех проблем стало короткое замыкание электропроводки. Стоит отметить, что проезд спасателей к месту пожара на улице Уманской был затруднен из-за припаркованных автомобилей. И это в дневное время. Хочется еще раз напомнить водителям, что при выборе места для парковки на внутридворовых территориях учитывайте возможность проезда большегрузной техники МЧС. Помните, ваш неправильно припаркованный автомобиль может помешать своевременному оказанию помощи при пожаре или ЧС. Минск чрезвычайный. Вечер среды оказался неприятным для владельца автомобиля БМВ. В результате загорания в моторном отсеке машина 18-летнего парня сгорела на проезжей части на улице Чкалова. Благо, не полностью. Но серьезно поврежден салон и моторный отсек немецкого седана. В четверг в Малиновке работники МЧС спасли пенсионера. Около пяти часов утра на 101 от жильцов стали поступать сообщения о дыме на 12-м этаже 12-этажного дома по улице Есенина. В коридоре 4-комнатной квартиры на 11-м этаже спасатели нашли пострадавшего. Им оказался 64-летний хозяин квартиры. В результате курения в нетрезвом состоянии он получил около 10% ожогов тела и с отравлением продуктами горения, ожогами дыхательных путей был доставлен в больницу. Сейчас мужчина находится в ожоговой реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Пусть это ЧП послужит очередным уроком всем курильщикам, которые недооценивают угрозу жизни от сигареты. А МЧС снова и снова напоминает, как важно помнить самим о недопущении курения в нетрезвом состоянии, в жилье, а также обратить внимание на тех, с кем вы живете рядом. Если ваши соседи ведут асоциальный образ жизни, устраивают в квартире притон для собутыльников и вы не в состоянии повлиять на ситуацию, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Такое соседство очень опасно. Минск чрезвычайный. Конец недели столичные спасатели провели относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий в Минске в эти дни не было зафиксировано. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. А в заключении хотелось бы напомнить, меньше месяца остается до всеми нами любимых праздников, Нового года и Рождества. В праздничной суете и подготовке к ним мы часто забываем о важном, неосторожном обращении с пиротехническими изделиями. Уже имеют место случаи получения травм в результате неправильного использования пиротехники. Несколько дней назад по этой причине получил закрытый перелом фаланги пальца и был доставлен в больницу 16-летний парень. ЧП произошло во дворе дома на улице Софьи Ковалевской. К счастью, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Чтобы предупредить подобные чрезвычайные ситуации, вчера в Минске началась республиканская акция «Безопасный Новый год». Спасатели еще раз напомнят о правилах эксплуатации пиротехнических изделий и правилах пожарной безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.